Решением Гомельского обл.сполкома предусмотрено дополнительное финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования для медобъектов области. 417 тысяч рублей выделено для учреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и контактам первого уровня. Не остались без внимания и другие учреждения отрасли. Мы наладили производство масок, увеличиваем его ежедневно. Если на прошлой неделе мы производили 60 тысяч, а сейчас выходим на вчерашний день на 141. Наша задача выйти на 170 тысяч для того, чтобы обеспечить всю нашу систему формации необходимым количеством данных масок. Кроме этого, на территории области начато производство дезинфицирующих средств. Это наши предприятия, которые находились этим делом, раньше не занимались. В частности, калинковские бытовые химии предприятия. Кстати, задача производить их до 10 тонн в сутки. Мы уже выделили на сегодняшний день 3,1 миллиона рублей. Эти денежные средства используются для приобретения 19 ИОЛ. Также мы приобретаем 12 гомодинамических мониторов, также приобретаем 30 кислородных ингаляторов и, конечно, и другие. И в первую очередь мы ставим задачу, вот 2 миллиона рублей мы направили необходимых на приобретение средств индивидуальные зашиты. Областную акцию «Забота о человеке труда» в эти дни проводит областное объединение профсоюзов. В ее рамках создали фонд помощи в размере почти 30 тысяч рублей. На эти деньги приобрели индивидуальные средства защиты для медучреждений региона. Кроме того, профсоюзы начали страхование медиков. Проработан вопрос по страхованию медицинских работников, которые непосредственно оказались в ситуации с труднительным путем заражения от COVID-19. Они имеют право, либо их родственники, написать заявление в профсоюзный комитет данного учреждения с просьбой оказания такой помощи в виде страхования. И в зависимости от тяжести заболевания будет оказана помощь в виде страхования на сумму от 600 до 5000 рублей. Второе направление – это создание первичных профсоюзных организаций всех нашей области, а также фондов помощи, которые будут направлены, деньги и средства этих фондов будут направлены для поддержки людей, работочных предприятий, как сегодняшних, так и бывших, попавших в затруднительное положение в связи с эпидемиологической ситуацией. В настоящее время оказана помощь на около 45 тысяч рублей. Общественные организации вообще активно включились в оказание помощи тем, кто имеет в ней реальную потребность. В первую очередь речь об одиноких пенсионерах, а также инвалидах первой и второй групп. Координаторами этой работы можно назвать центры социального обслуживания населением. Их специалисты не только принимают заказы на приобретение продуктов питания и лекарств, но и выполняют их. Размеры заказа не ограничены, правда, сами пенсионеры обычно не просят много. В конце концов, можно обратиться за помощью еще раз. Услуга бесплатная. Сами социальные работники по возможности предпочитают крупные торговые сети. Здесь выбор большой, а продукты дешевле. Мы купили для женщины молоко трехпроцентное, батон, сметану, сосиски она просила, молочные, хлеб полбулочки и рис распаренный для того, чтобы она хочет свалить себе кашу. Значит, все продукты в магазине в наличии. Значит, чек мы берем с собой, сдачу положили в пакетик, и сейчас мы едем к бабушке, чтобы все продукты ей доставить. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Копанько. Новости недели.